А сегодня праздник отмечает крылатая пехота, так называют десантные войска. В Магнитогорске по традиции мероприятия начались с торжественного митинга. Он прошел у монумента тыл фронту. Побывала на нем и наша съемочная группа. Никто кроме них, ведь они элита российской армии. В назначенный час крылатая пехота десантируется на площадь у Вечного Огня. Флаги с символикой, тельняшки, голубые береты. У них сегодня праздник, причем для кого-то он стал по-настоящему семейным. Я присылал со своим дятем и с внуком. У нас, как можно сказать, династия уже начинается. То есть уже у зятя у меня бы служил в ВДВ, я служил бы. Ну и не знаю, в будущем может и будет внук служить. С детьми каждый год приходит на праздник и Антон Казанев. Его старший сын также мечтает служить в ВДВ. А сам отец о том, чтобы над головой было только мирное небо. За его плечами служба в горячих точках. Служил в городе Пскове, 76-й воздушно-десантной дивизии. И менял 6-ю роту, которая полностью погибла вся на Северном Кавказе. 12 прыжков, как и у всех десантников обязательно. То есть 3 прыжка САН-2, остальные прыжки СЛ-76. В этом году воздушно-десантным войскам исполняется 88 лет. Со сцены официальные поздравления от первых лиц города и ветеранов боевых действий. Фронтовик Генрих Шилов – самый известный десантник магнитки. На войну он ушел в 43-м году 20-летним юношей. А вас сегодня я поздравляю. Десантные войска – это элита армии российской. Это самые сильные, самые крутые парни. Ура! Ура! Над площадью не раз гремела ура, а память павших в бою сослуживцев голубые береты почтили минутой молчания. Затем троекратный залп в небо и возложение цветов к вечному огню. От героев нашего времени, героям былых времен, не вернувшимся с поля боя. Мария Ефимова, Александр Маргунов, информационная служба медиагруппы «Знак».